Память сильнее коронавируса. В Морел продолжаются акции, посвященные Дню Великой Победы. Мероприятия многочисленные, их сближает не только тематика. В этом году многие из них проходят в онлайн-режиме. Дорога памяти – проект Минобороны России. Это фотографии участников Великой Отечественной войны, которые лягут в основу нового музея в подмосковном парке «Патриот» возле главного храма Вооруженных сил России. Протяженность галереи почти полтора километра, точнее 1418 метров. Столько дней шла война. В музей увековечат имена 33 миллионов участников Великой Отечественной войны. Среди них будет имя Александра Григорьевича Лопатина. Из домашних архивов во всенародную галерею фотография рядового Лопатина попала благодаря его правнучке. В интернете я нашла сайт «Дорога памяти». Мне стало это очень интересно тем, что среди моих родственников много участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. И я захотела зарегистрировать на этом сайте своих близких, чтобы память о них жила и дальше. Начала я со своего прадеда Лопатина Александра Григорьевича, который был призван на фронт 1 сентября 1941 года. Он воевал на Брянском фронте в артиллерии под командованием генерала Еременко. Фронт был создан для оказания помощи защитникам Москвы. Еще один проект – «Памяти героев». Он сохраняет истории героев Советского Союза, героев социалистического труда и полных кавалеров Ордена Славы. Потомки тех, кто получил эти звания, записывают ролики и выкладывают их в сеть. В акции принимают участие и медийные личности. Старшина Иван Макаренков в составе рота лейтенанта Дмитрия Асатьюка переправился через Неву и по болотам приблизился к Сминявинским высотам. Бойцам роты удалось отразить контратаку противника. Макаренков и Асатьюк гусеницами и пулеметным огнем уничтожили большое количество солдат и офицеров вражеского войска. Через несколько дней рота Асатьюка успешно соединилась с частями Волховского фронта. Распахиваются по всей стране в эти дни окна победы. В знак благодарности ветеранам Великой Отечественной войны дети украшают окна своих квартир рисунками, аппликациями и фотографиями на военную тематику. Это вечный огонь, георгиевская лента, красная звезда и салют. Многим понравилась идея изобразить на стекле белых журавлей по числу воевавших членов семьи. У меня на войне служили два прадедушки, поэтому я приклею двух журавлей. Почувствовать себя художником или декоратором в эти дни получится у каждого, впрочем, как и чтецом. Уважаемые ветераны, совсем скоро наступит значимый день для всей нашей необъятной страны. Девятое мая, 75 лет со дня Великой Победы. К сожалению, в этот день мы не сможем подарить вам цветы, вручить поздравительные открытки и благодарственные письма. Но мы дарим вам нашу любовь, уважение и память. Мы гордимся вами. Будьте здоровы и живите долго. Пусть голубь мира принесет радость и счастье в каждый дом. И мир во всем мире. Передаю эстафету памяти. Война, жесточей нету слова. Война, печальней нету слова. Война, светей нету слова. В тоске и славе этих лет. И на устах у нас иного Еще не может быть и нет. Разве погибнуть ты нам завещала, Родина? Жизнь обещала, любовь обещала, Родина? Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударила в небо. Ты помнишь? Родина. Горе твое – это наше горе, Родина. Правда твоя – это наша правда, Родина. Слава твоя – это наша слава, Родина. Слава вам, храбрые, Слава бесстрашные, Вечную славу поет вам народ. Смерть сокрушившей, доблестно павшей, Память о вас никогда не умрет. Великой победе 75. И никакая пандемия в этом году не помешает нам вместе отпраздновать 9 мая. Пусть не на параде, пусть дома, но с воспоминаниями о героях своей семьи, которые будут жить вечно. Из песней «День победы». Ее, кстати, можно будет спеть всем вместе, выйдя на балконы 9 мая в 7 часов вечера. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!